Всем привет! Сегодня будет маленький обзор. Обзор одноразового мыла. Дорожного мыла. Начну с мыла вот такого вот. Цветочки такие продаются они в тубах. Сразу могу сказать, что я не рекомендую покупать это мыло, если вы собрались его брать куда-то в дорогу, потому что оно неудобной упаковки. Для дома возможность, что я хочу сразу сказать, вот эти обе тубы были куплены у разных продавцов в разных магазинах. Вот это вот зеленое здесь нарисовано авокадо, киви, там не важно что здесь нарисовано, пахнет вот это вот зеленое мыло. Оно пахнет каким-то, знаете, таким дешевым хвойным освежителем воздуха, противным, мерзким дешевым освежителем воздуха, знаете, если которым брызгают каких-нибудь привокзальных туалетов. Ужасный запах, невыносимо противный запах вот этого зеленого мыла. Вот на фотографиях, понимаете, на фотографиях это выглядит супер. Вытаскивать это мыло из этой тубы, нужно специально еще палочку себе какую-нибудь завести, чтобы вытащить это мыло из этой тубы. И что мы видим? Вот это мыло, оно вот такое вот рваное, какое-то не пойми что-то. То есть на фотографиях это вот сплошь вот такие вот цветочки, вот на фотографиях. А в реальности это вот такая вот масса, которая напихана, которая поломана, порвана, напихана вот в эту тубу. В принципе, ну да, мылится оно, мылится оно одноразово. Для детей, возможно, это будет какая-то забава, чтобы заставлять мыть руки детей. Я вот этому нашла другое применение. Я это сыплю в унитаз. И это используется у меня тоже как типа освежителя воздуха, но такого мгновенного, моментального, вообще для того, чтобы мыть унитаз. Я это использую, пока вот это не кончится. Выкинуть жалко, я просто вытряхиваю, сколько вытряхнется, и мою этим унитаз. Ужасное вот это вот мыло зеленое, присланное случайным цветом. Продавцу поставлю трояк, ну хотя бы за то, что только товар пришел, больше тут не на что. Вот это мыльце розовое, оно пахнет уже гораздо приятнее. Ну история точно такая же, ну тут еще даже беленькие попадаются. История такая же, то есть они рваные, драные, какие-то все ужасно помятые. Вот это мыло пахнет очень приятно. Пахнет оно розами. Причем пахнет оно натуральными садовыми розами. Очень нежный, приятный запах. Очень нежный. Не такой, не навязчивый, не противный. У меня вообще на запахе реакция моментальная. Если какой-то запах не очень приятный, все, у меня начинается аллергическая реакция. В целом, ну что, можно вот это мыло, то есть здесь тоже, естественно, сами понимаете, нужна какая-то палочка, чтобы вытаскивать это мыло из этой тубы. Его, конечно, можно где-то в ванной насыпать в какую-то другую емкость, в чашечку, чтобы можно было брать по одному цветочку и мыть руки. Но эти цветочки очень маленькие. С детям, как забава, мыть руки летом, да? Вот если дети не очень же любят руки мыть с мылом. А вот с таким мылом детям интересно мыть руки. Все, в общем, вот это вот абсолютно бесполезные вещи. Вот эти вот одноразовые вот это мыло в тубах. Неудобное. В первую очередь. Во-вторых, товарный вид, сами понимаете, фу. А вот теперь хочу перейти вот к такому же мылу одноразовому. Оно вот в таких вот футлярчиках. Футлярчик этот легко вот так открывается, видите? Можно одной рукой открыть. Еще раз продемонстрирую, возьму другой. Очень легко открывается. Вот этот не очень легко. Странно. Вот так вот. Вот этот у меня так легко. Ну, вот этот я просто часто пользуюсь, поэтому... Здесь мыльца, оно вот такое вот. Оно пахнет тоже розами. Здесь внутри, и в этом, и в этом, есть одно мыльце розовенькое. Остальное все белое. Вот такие вот листочки. Мыльца, я хотела показать в ванной, но что-то потом я передумала. Мыльца, оно достойно. Оно удобно, его удобно носить вот этот вот футлярчик в сумке. Его достаточно удобно открывать. Я пользуюсь постоянно, потому что я никогда в жизни не стану пользоваться кусковым мылом где-то в общественном туалете, который там лежит, кусок мыла. Я к нему просто категорически не дотронусь. К мылу, который лежит в общественном туалете. Это для меня просто как исчезе ада. Это рассадник всех инфекций. Посмотрите себе, вот какой-то общественный туалет. Сколько тысяч народу проходит, лапают это мыло. Оно лежит там, квасится в этой воде. Ой, фу. Ужас какой. Не могу. Меня аж передергивает. Поэтому даже жидкое мыло в общественных туалетах я не всегда приветствую. Именно потому, что вот эту даже кнопку, которую тыкают тысячи человек. Ну... В общем, я такой человек очень брезгливый, поэтому для меня вот такое вот мыло это просто находка. Стоит оно копейки, там в районе 30-40 рублей. Вот такая вот упаковочка. Ее можно даже повесить на брелочек, на ключи, если хотите. Но я наношу в сумочке, в карманчике. Очень удобная вещь. Ссылочки в описании под видео на это есть. И вот на вот это тоже есть. Если кому-то интересны вот эти цветочки. Но я все-таки рекомендую взять вот такое мыло. На этом все сегодня. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok